Приветствую вас! В первую очередь хочется сказать, что вы обращаетесь в раздел «Психологии». Для раздела «Психологии» вы предоставили слишком мало информации о себе и о том, что происходит сейчас у вас в жизни. Поэтому мой ответ будет исходить исключительно из того, что вы написали, из того крайне небольшого объема информации, которую вы предоставили. Если вы хотите погадать, то вам, соответственно, лучше обратиться в раздел «Эзотерия». Значит, вы пишите «Вернется ли ко мне мой любимый?». Видите ли, истоция заключается в том, что ваш мужчина, он нелюбимый уже раз он четыре месяца назад ушел в другой. Совершенно очевидно, что в ваших отношениях есть проблемы. И в том числе проблемы есть в том, как вы позиционируете себя по отношению к нему. То есть, если вы не измените, не поменяете своего отношения к мужчине, он же из-за чего-то ушел, он же по какой-то причине ушел. Если вы к нему отношения не измените, если вы не извлечете каких-то уроков, выводов из того, что произошло между вами, то ситуация на самом деле не изменится. Она, скорее всего, будет такой же, а то и еще хуже. Даже в случае, если молодой человек, ну, возьмусь к вам вернется. Дальше. По какой причине вы хотите, что мозг к вам вернулся, если он от вас уже ушел? То есть, получается, что мужчина вроде как начал жить дальше, а вы, вы дальше не живете. По какой причине? Дальше. Вы пишите, что он постоянно за вами следит. Возможно, но какое-то имеет отношение к вам. То есть, мне кажется, что у вас отношения еще не завершены с вашим любимым. Даже непонятно, кто это. Мужчины. Просто мужчина, с которым вы живете. Вот. Определите для себя, для чего вам его возвращение. Зачем вам возвращение от такого человека, который ушел от вас? То есть, в принципе, то, что он ушел от вас, не делает его, конечно же, преступником. Это безусловно. Но то, что он ушел от вас, говорит о том, что он может так делать, он может так поступить. Это значит, что человек в этом смысле для вас не является надежным. Но, вместе с тем, есть определенные ваши желания, которые обусловливают стремление к тому, чтобы он вернулся. Вот здесь необходимо тоже провести вам исследование и понять, почему вы хотите, чтобы он вернулся. Либо вы себя вините за то, что он ушел. Тогда работать нужно с чувством вины и с освобождением. Либо вы боитесь одиночества. Тогда нужно работать с чувством одиночества и с принятием себя. Либо вы не завершили с ним отношения. Тогда нужно завершить с ним отношения, чтобы вы смогли жить дальше. Либо слишком много всего завязано на этом мужчине. И вы хотите, чтобы он вернулся, чтобы реализовать свои потребности. В таком случае необходимо разгрузить мотивацию. Вашу мотивацию к тому, чтобы он вернулся. Но это вопрос доверия и вашей самооценки. То есть вопрос доверия заключается в том, а можно ли доверять такому человеку, который ушел. Ну вот. А вопрос у вас самооценки заключается в том, а почему, неужели вы достойны того, чтобы к вам возвращались после того, как ушли. То есть понятно, что мужчина может извиниться, мужчина может собрать прощение, объяснить, как, чего, вы поговорите, что-то решите. Тогда отношения, возможно, возобновятся, возобновятся. Но у вас-то об этом речи не идет. У вас речь идет исключительно о том, что он просто вернется. Если у вас есть проблемы самооценки, с этим тоже нужно работать. Вот с точки зрения психологии, какой вам можно дать ответ. Еще раз повторюсь, если вам нужен ответ не психолога, а, например, детерика, то лучше будет, если вы обратитесь в соответствующий раздел. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.